Пять заместителей, один из них первый. Глава города Алексей Сафонов предложил на утверждение Городской Думы новую структуру администрации. По словам Алексея Александровича, первый зам будет как курировать других заместителей, так и выполнять свои непосредственные задачи. В его видение будет входить новый отдел перспективного развития территории. Это задача, которую нужно будет реализовать в части территориального развития так называемой внешней территории. На текущем этапе есть уже значительные продвижения, то есть хотя бы в части следных территорий. И сейчас идет активная работа вопроса присоединения других территорий, в частности технопарка и смежных с ними. Опыта работы с территориями, лежащими за пределами ЗАТО, пока у муниципалитета нет. Если это направление будет активно развиваться, отдел превратится в самостоятельную структуру. Также Алексей Сафонов предложил ввести должность заместителя главы администрации по экономике и финансам. Еще одно нововведение – заместитель главы по развитию. В его видении будет капитальное строительство и комитет по управлению муниципальным имуществом. В ведение заместителя по социальным вопросам будут входить те же задачи, что и прежде. Плюс добавится управление по жилищным вопросам. Хочу разделить деятельность заместителя главы города и главы департамента городского хозяйства. Это две разные должности. По одной простой причине, что направление замглавы по городскому хозяйству включает в себя управление не только департаментом, но и муниципальные предприятия, в части работы, в интересах города. По уставу города администрацию формирует глава города. Ее структуру утверждает дома. Сейчас в администрации работает порядка 220 человек. Как отметил Алексей Сафонов, в ней произойдут единичные изменения. Структура администрации – это инструмент, который позволит наладить работу муниципалитета. Ее можно будет изменять в зависимости от ситуации в городе. Наши задачи в городе стало жить лучше. В плане конкретных правилей, насколько я понимаю, у вас будет право согласовать их также в коллективном решении. То есть, в этом плане мы не отстраняемся, а наоборот, предлагаем совместную работу. Большинством голосов структуру утвердили. Еще один вопрос повестки заседания касался приватизации магазина «Дружба». С конца 2019 года здание пустует. Сейчас его предлагают продать путем электронного аукциона. Начальная стоимость – почти 23,5 миллиона. Бывшей «Дружбой» уже заинтересовались представители торговых сетей. Мы понимаем, что приобретают, на самом деле, некие ИП или частники, а потом уже сдают в аренду сетевикам. Я хотел бы просто обратить внимание чиновников администрации на поведение этих самых сетевиков. Возьмем «Красную шапочку», знаменитую, кафе, в «Пятерочку» переделать, а следом за ней и ресторан «Колокол». Да, в «Магнит». Да, в «Магнит». Вы знаете, вот такое уродование центральной улицы города этими сетевиками. Об этом, кстати, весь интернет говорит, что они просто варварски себя ведут по отношению к, по сути, будем говорить, к историческому центру города во всех городах. Как рассказала председатель КУМИ Людмила Тырсина, этот вопрос находится на контроле у администрации. Депутаты также проработают механизмы, которые позволят сохранить архитектурный облик города. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.